Еще вчера каждый обогатитель Алроса с уверенностью мог сказать, что в обогащении алмазной руды все давно придумано и добавить что-то новое в этом процессе невозможно. Но ученый из Якутска Петр Шарин сумел опровергнуть эти суждения. Он удивил своим изобретением даже самых консервативных специалистов, предложив простой, но самое главное действенный метод извлечения алмазов мелких классов. Оригинальность инженерной мысли оценил Роман Муконин. Институт Якутни про алмаз. Конкурс инновационных предложений. Жюри рассматривает проект ученого из Якутска с весьма оригинальной идеей. Использовать канифоль для извлечения мелких алмазов. Призового места работа не получила, завоевав поощрительный приз. Идея аппарата на канифоле многим показалась слишком смелой. Чтобы доказать обратное, автор проекта Петр Шарин собрал действующий образец и привез его в мирный. Люди сделали действующий макет. Причем здесь немаловажно не только то, что алмаз прилипает к слою канифоли, но и сам способ нанесения канифоли. То есть вполне возможно, что останавливало людей, которые, может быть, и рассматривали такой способ, то, что канифоль достаточно трудно наносить. И с ней вообще тяжело работать. Тем не менее, в данном сепараторе это реализовано. Вы видели, то есть механизирована подача канифоли, ее наплавление. Возможно, это было причиной низкой оценки. Ну, то есть, как бы еще раз подчеркну, что слишком явно для того, чтобы быть правдой. Тем не менее, сепаратор сделал. Работа экспериментального термогизионного сепаратора основана на теплопроводимости алмаза, которая в разы выше, чем у меди. Мелкие кристаллы вместе с камешками попадают на конвейер, обработанный канифолью. Под действием температуры алмазики расплавляют канифоль, оставаясь на ленте. А все лишнее с нее выпадает. Был собран лабораторный макет. Он, в принципе-то, сразу показал эффект. Наличие эффекта и перспективность такого метода сепарации. Производительность тут можно просто увеличить, увеличивая количество каналов. Никаких оригинальных комплектующих здесь нет. Все просто и практично. Поэтому себестоимость такого аппарата минимальная, не говоря уже о других экономических выгодах. Сегодня мелкие алмазы перебирают вручную в цехах окончательной доводки обогатительных фабрик. А это изобретение сможет автоматизировать и ускорить процесс. При внедрении на производство данный аппарат позволит значительно снизить трудоемкость сортировки алмазов мелких классов, в частности, классов крупности минус 5 плюс 1 миллиметр. Причем любых алмазов, прозрачных, непрозрачных, борт. То есть принцип теплопроводности, он от свойств оптических алмазов не зависит. То есть люминицирует алмаз, не люминицирует, неважно. Он будет данным сепаратором отобран в концентрат. Презентацию сепаратора уже посетили многие заинтересованные лица, в том числе главный обогатитель Алроса. Все они дали положительную оценку его работы, но впереди долгие месяцы практических испытаний. Только после их успешного завершения эта инновационная разработка сможет появиться на производстве. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».